Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. С чего бы мне, господа, хотелось начать? Ну, как я вас и предупреждал вчера, то что второй ролик мне пришлось выпускать из-за того, что, собственно говоря, поменялись условия, на чем, так сказать, мы в итоге сегодня резко укрепились. То есть, когда я записывал видео, тогда еще этих новостей не было по поводу указа президента Российской Федерации. Я записывать его начал еще, простите, в 8 часов, а опубликовали его практически к 10. Ну, и, соответственно, как только я увидел, что ситуация именно фундаментально поменялась, я сразу записал вам второй ролик, чтобы, как говорится, не вести вас в заблуждение. Я вас сразу предупреждал до этого, что все абсолютно, что связано с курсами, это фундаментал, никакие ни черточки, ни линии, ни уровни. Я также несу ответственность за те, как говорится, прогнозы, которые, собственно говоря, вам давал. Поэтому, когда было понятно, что были вначале одни условия, это вот в очередной раз урок того, насколько, как я вам говорил, курс находится под контролем. И нет там никаких стрелочек, фибоначи, вот этих вот товарищей, которые у нас там, да, вот сегодня они прям сразу оживились. Доллар 102 рубля уровень пробит. А чему вы теперь удивляетесь, больше никаких пенсий. Это все вот эти вот рисовальщики сразу оживились. Клепать начали красивые обложечки. Рассказывать, привязывать свои рисуночки непосредственно, собственно говоря, к указу, да, и так далее. Но мы-то с вами сегодня разберемся все подробно. У нас сегодня, господа, есть заявление на Биулиной. Вот это вот интересно посмотреть, на самом деле. И я вам сейчас еще впереди расскажу о том, почему я считаю, что на этом укрепление закончилось. Тоже вам сейчас все это объясню, обосную, все как обычно, все разложу по полочкам. Не будет никаких просто тупо рисований уровней и так далее. Смотрите, еще раз напоминаю. Видите, индекс доллара сегодня в итоге пошел на укрепление, в итоге под конец, да. Если до этого мы все-таки были там в районе, соответственно, по 106 где-то, да, даже ниже, 105.80, то сегодня мы уже 106.51. То есть доллар-то пошел на укрепление, а рубль-то никуда не ослаб. Вот вам еще одно живое подтверждение, как ходят валюты. Нет никаких стрелочек, никаких уровней. Есть только фундаментальная основа. И если мы посмотрим в телеграм-канал, вот вам, пожалуйста, вот прям маленькая короткая фраза, которая, соответственно, тоже это подтверждает. Рубль в четверг уверенно вырос к основным валютам на решении властей РФ об обязательной продаже валютной выручки. Поэтому я вам, господа, постоянно и говорю о том, что курс плавающий, почему надо смотреть каждый день. Вот видите, мы буквально с вами начали записывать видео до вот этой поступающей информации, и прогноз выглядел одним образом. Но я вам хочу сказать, господа, так. Вот на самом деле, мой первый ролик, он на самом деле нисколько не оказался неправильным в плане в итоге, куда мы в итоге пойдем. Просто в данный момент мы получили очередной сценарий вот таких коррекций. Вот такой, вот такой. И я вам сейчас все это покажу, докажу, и, как говорится, все это мы с вами подробно разберем. Поэтому два ролика, на самом деле вчерашние, они друг друга дополняют. То есть первый ролик показал ту ситуацию, которая складывалась до этого указа, а второй ролик показывает как раз ту ситуацию, которая складывалась уже после этого указа. И в очередной раз вам, как говорится, очередная памятка, что курсы валют невозможно рисовать. Невозможно там пытаться только использовать уровни, не понимая фундаментальной части, не понимая как и за счет чего здесь все это отработает. Вот такую новость можно воспринять, грубо говоря, так же прямолинейно. На самом деле там тоже все, скажем так, достаточно не так просто. То есть если смотреть сам вот этот указ, там тоже есть определенные моменты. То есть, во-первых, не указаны компании, во-вторых, указано, ну это мы с вами рано, позже разберем. Я просто потом вам все это подробно распишу и обосную, почему я вижу, что на самом деле, скорее всего, укрепление закончилось. Гарантий дать не могу, естественно, да, потому что я не предсказатель, не гадальщик. Но я вам все доводы, все аргументы, все приведу. Давайте для этого вначале мы быстренько пройдем по нашему календарю, да. Он был достаточно длинный, сразу мы, естественно, понимаем, что именно сам календарь в итоге не оказал на нас влияния. На нас оказала влияние одна единственная, как говорится, новость. Это связано с этим указом. Как только он был вышел, так, собственно говоря, курс и принял ту дистанцию, тот рендж, который, собственно говоря, тот диапазон, который, как говорится, требовалось для правительства и так далее. Мы говорили уже об этом, что все равно курс отправляется искусственно. Это в очередной раз вам показало, как АЦБ и Минфин может в любой момент взять контроль над ним, да, если захочет. Опять же, задача у него все равно покрывать, как говорится, дефицит бюджета и, соответственно, перекрывать эмиссию. Поэтому к этому тоже с вами вернемся. Но просто вот в очередной раз, когда, как говорится, будут у вас сомнения, когда там будут вам рисовать очередные художники 150, 200 и прочее, да, я вам говорил, что укрепление идет в рамках диапазонов, которые поддерживают ЦБ и Минфин в рамках своих операций. И как только им нужно будет взять контроль, я вам приводил пример вот здесь, да, что вот там мы были на 120, там под 140 старались туда идти, да, а, собственно говоря, потом оказались на 50. Это вот живой пример, как работает регулирование. Поэтому никогда об этом не забывайте и не ведитесь на все эти рисунки. Потому что, еще раз говорю, любой курс доллара надо обосновать. Потому что это инфляция в стране, это ситуация, которая может вызвать социальный взрыв, это ситуация, которая тормозит экономику. Поэтому просто так цифры не рисуются на курсе, ни там 150, ни 200, ни 30. Вспоминаем, что Силуанов сказал. Каждому нужен курс свой, кому-то слабый, кому-то крепкий, в зависимости от ситуации. То есть экспортеры, импортеры, это все, как говорится, задачи страны, которые она решает, безусловно, через, естественно, такой инструмент, как курс валют. И, естественно, в зависимости от того, какой он нужен в данный момент, такой он и будет. И никакие там художества, потому что мы видим уровень Фибоначчика, который идет там на 150. Это все херня полная. Поэтому, еще раз говорю, художников обходите просто стороной. И, опять же, подтверждаю тот момент, что, видите, ситуация меняется мгновенно. Вот буквально вышла новость, все, на завтра уже совсем оказался другой прогноз. Хорошо, как бы я, как говорится, вовремя это увидел и понял, что надо срочно, как говорится, снимать второе видео, иначе я вас просто введу в заблуждение. Поэтому смотрите дальше, господа. Давайте быстренько разберем календарь, потому что все равно событие в календаре влияет на сам доллар. А в итоге, после вот этой, можно, вот сейчас я это называю тоже все равно пока словесной интервенцией. Несмотря на то, что там подписан указ и так далее, но я вам приведу сейчас все доводы попозже. Но сам факт, что это временный эффект, господа, временный. Он, естественно, потом пойдет обратно. Но это мы тоже с вами потом разберем. Поэтому индекс доллара, если он будет, соответственно, увеличиваться, то, естественно, мы тоже пойдем за ним. Это надо тоже понимать. Поэтому, смотрите, давайте разберем все-таки календарь, который нам говорит все, именно все, что было связано, прежде всего, непосредственно с долларом, да? И также, кстати, естественно, ситуация с ценой на нефть. Значит, давайте с первого момента начнем. Во-первых, сразу скажу, опять ситуация с Израилем, господа, никуда не вышла из поля внимания. Вот эта ситуация, возможно, Третьей мировой, возможно, втягивание Ирана и Ливана и прочее, да, имеет огромное значение. Она пока еще, эта ситуация до сих пор абсолютно никуда не делась. И там эти колебания еще могут быть достаточно серьезные. Тем более, уже понятно, что Израиль с большой вероятностью проведет эту изназемную операцию. Они сейчас там собрали общее правительство, вот как раз приехал туда Блинкин и так далее. Это все как раз к вопросу координации действий. Они готовятся к этой наземной операции. Поэтому вот эти новости, господа, мы тоже не можем никак выкидывать. И еще раз говорю, это может возникнуть так же, как вот у нас произошло с указом президента. То есть, например, мы настроимся с вами на один прогноз. Потом в этот момент ночью, например, начинается наземная операция. Иран, например, заявляет о вступлении в войну. И все, и конец. И летит все вообще к чертовой матери. Потому что на самом деле, это просто тут же взлетят цены на нефть просто до небес. Там, соответственно, резко все повылетает из доллара. Доллар резко пойдет вниз. Золото резко пойдет вверх. Из рынка все полетят вниз. В общем, короче, там будет целый коллапс экономический. Поэтому эти моменты мы тоже, естественно, должны всегда иметь в центре внимания. И еще раз говорю, любой прогноз, он составляется на данный текущий момент. Той ситуации, которая сейчас складывается. Поэтому из того, что мы имеем сейчас, давайте попробуем, собственно говоря, составить картину. Значит, смотрите. Первое, что мы сегодня ждали с вами, господа. ВВП Британии. Там показалось, что все-таки она немножко подрастает. Потом выступление члена ЕЦБ Элдерсона. Я быстро буду бежать, по одной простой причине. Потому что эти все события уже, по большому счету, особого эффекта на рубль конкретно не оказали. Значит, смотрите. Выступление заместителя управляющего банка, тоже Британии. Туда же это все было. Это к вопросу денежно-кредитной политики. Потом выступление члена комитета по денежной политике, также Британии. Туда же все это. Это все было связано, прежде всего, с вопросами ставок. А в последнее время заявления, вообще, на самом деле, что ФРС, что Европа, они пошли по поводу того, что все-таки ставки достаточно высокие, уже достаточно ограничительные. И с большой вероятностью ставки поднимать не будут. Но, господа, есть один механизм, который я вам также позже сейчас расскажу. И это именно воздействие на доллар. И доллар, соответственно, как вы понимаете, влияет на все. Без подъема ставок. Я вам сейчас это тоже впереди расскажу. Значит, смотрите дальше. Дальше у нас было заседание МВФ. Оно продолжается на всей неделе. Поэтому там, на самом деле, тоже оттуда поступающая информация имеет для нас огромное значение. В рамках той политики, которая будет дальше с денежно-кредитной. А мы уже помним, что это, прежде всего, будет связано с ценами на нефть. Еще раз говорю, основной инструмент это цены на нефть. Я просто сейчас, как говорится, позже все это вам потом буду показывать конкретно. Просто, чтобы мы ускорили процесс по времени. Потому что очень большой еще объем у нас. Достаточно чего нам надо будет с вами разобрать. Значит, смотрите. После этого было заседание МВФ. Уже ежемесячный отчет ОПЕК. По ОПЕКу, господа, там получилось так, что, на самом деле, поддержали ситуацию с ценами на нефть. Вот сейчас мы, кстати, перейдем к нефтью. Потому что это имеет огромное значение. Нефть у нас сегодня, господа, пыталась, на самом деле, уже подниматься даже выше тех значений, которые, собственно говоря, были до этого. То есть, мы поднимались в район 87, пытались там двигаться в район 88. Но запасы, которые вышли, они показали достаточно сильный рост. И очень серьезно было, например, вчерашние запасы. Они показали 12,5 миллионов баррелей в плюсе. То есть, как бы запасы резко выросли. А официальные показали 10 миллионов баррелей. Что тоже говорит о том, что как бы спрос замедляется. На самом деле, я думаю, это чистой воды, а манипуляция данными Америки, они это очень любят делать. Они могут также из стратегических запасов, например, вывозить нефть и демонстрируют, что она якобы находится в запасах. Могут останавливать нефтепереработку и показывать, что нефть остается. И, собственно говоря, значит, она никуда не уходит. Там на бензин не требуется и так далее. А почему? Потому что, еще раз говорю, американцам огромное значение сейчас имеет это цены на нефть. Огромное. И вот эта даже ситуация с Израилем, она напрямую завязана с ценами на нефть. Потому что, еще раз говорю, нефть это прежде всего ситуация с инфляцией, против которой, собственно говоря, водится все денежные и кредитные политики с повышением ставок и так далее. Это разгон инфляции. Американцы борются с этим безумно. Во-вторых, у них абсолютно на нуле стратегические запасы. Их надо срочно заполнять. А по таким ценам они заполнять не хотят. Они мечтают сбить и по самой низкой цене все это дело выкупить. По дешевке. Они, соответственно, если сейчас начнут запасать еще и своим запасы, спровоцируют еще подъем цен на нефть. Потому что спрос начнет расти резко. Они это тоже понимают. Поэтому они сейчас находятся в таком суцванге. Что такой шаг, что такой ведет в итоге все равно к негативу. Потому что ситуация с Израилем, как говорил, также приведет к резкому скачку цен на нефть. Если будет объявлено слово война. Все. В этот момент нефть просто улетает в космос. А тем более, когда она проходит война именно в тех, скажем так, территориях, где основные поставки идут. То есть, соответственно, Саудовская Аравия, Иран рядом. Все. Это все, безусловно, имеет огромное значение. И поэтому эту ситуацию абсолютно, как говорится, нельзя сбрасывать со счетов. В этой ситуации... Алло. Да. Нет, девушка, мне сейчас некогда. Спасибо. Извините, господа. Значит, смотрите. Ситуация какая? Именно цены на нефть имеют огромное значение непосредственно, как и для ситуации с долларом. Потому что, как я уже говорил, цены привязаны к нефти, к доллару. И, соответственно, любые, как говорится, когда подъемы нефти совершаются, за счет доллара американцы эти цены подавляют. И вот эта ситуация, которая находится как раз фактически с риском войны на тех территориях, где может начаться... Ну, где, собственно говоря, основная добыча нефти, да, потому что американцы, например, с помощью Ирана того же, да, соответственно, пытались, как говорится, увеличить количество поступающей нефти. В Саудской Аравии надо было договориться с тем же Израилем, они хотели их примирить, да, для того, чтобы, соответственно, тоже поставили больше нефти. Тем более, впереди выборы у Байдена. Для Байдена это тоже очень критично. Поэтому, в итоге, все, весь камень преткновения, совсем, что бы там ни происходило, все это упирается в цены на нефть. Также нефть имеет огромное значение для России, для рубля, соответственно, да, потому что чем выше доходы по нефти, тем, соответственно, раз по бренду, например, цены выше, естественно, цены тогда на Юрус тоже выше, а Россия продает непосредственно по ценам не бренд, а Юрус, как я уже говорил, да. И, естественно, это я все рассказываю, господа, для тех, кто смотрит канал впервые, потому что те, кто смотрит давно, они все это знают прекрасно, но по-другому вы, иначе те, кто новые, смотрите, не поймете. Поэтому даже в краткой форме, но я вынужден об этом говорить. Значит, смотрите, по Юрус, соответственно, мы продаем Россия нефть и, соответственно, наполняет свой бюджет, и, естественно, для поддержания СВО тоже нужно, соответственно, иметь высокие цены по нефти. Поэтому нефть является основным камнем преткновения. Вокруг него строится все, и непосредственно ситуация с долларом, и непосредственно ситуация с рублем, но с рублем все гораздо сложнее, с долларом, в принципе, тоже, потому что, еще раз говорю, есть еще факторы, которые конкретно непосредственно влияют на доллар, и вот ситуация с нефтью в данный момент показывает, что ОПЕК поддержал цены на нефть, он, в принципе, высказал о том, что спрос на нефть, собственно говоря, будет расти. И у нас есть вот такая информация, кстати, от того же Новака, который тоже заявил по поводу нефти. Сейчас я вам покажу. Это было как раз непосредственно... Сейчас один момент. Так. Вот. Новак ожидает в 2023 году рекордный рост глобального спроса на нефть. Мы наблюдаем рост спроса. В этом году рост спроса на нефтяном рынке, на мой взгляд, будет исторически рекордным. Если не учитывая период восстановления после ковида, сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новок на Российском энергетической неделе. И мы ожидаем, что где-то 2,4 миллиона баррелей в сутки прироста спроса на нефть. И это, по оценкам экспертов, продолжится и к 2030 году. Общее употребление в мире составит 116-118 миллионов баррелей. В общем, короче говоря, смысл какой? Этими словесными интервенциями поддержали цены на нефть. Несмотря на то, что ситуация, как говорится, со спросом, ну не со спросом, а с запасами, показала сильный рост. То есть, соответственно, нефть должна, могла бы, скажем так, уйти вниз. Но ее до этого очень сильно обрушили. Надо вот этот момент учитывать, что ее до этого обрушили. Она находилась на 95-94, вот в этой на самом деле зоне. И ходила уже практически на 100. Но американцы с помощью своих манипуляций непосредственно, во-первых, а, скорее всего, распродавали так же, могли распродавать нефть с запасов, которые стратегически были. Спекулянты могли подключиться, потому что ждали вот эту сделку Израиля непосредственно с аудитами. И с возможностью договориться о том, что все-таки саудиты нарастят добычу. Таким образом, соответственно, они смогут, как говорится, снизить цены на нефть. Что очень хотелось и нужно было Байдену. Но, так как вот произошел вот этот кейс с Хамасом, собственно говоря, вся эта конструкция посыпалась. И теперь цены на нефть. Естественно, мы увидели, что за счет запасов, опять же, должны были, возможно, еще ниже опустить. Но заявления, опять же, Новака и саудитов, они вчера были на экономическом форуме, вот этом энергетическом, простите, в Москве, да, который неделю у нас идет. И вот, собственно говоря, это тоже оказало то самое поддерживающее действие, которое мы наблюдаем. И это еще есть еще один фактор, который там Министерство энергетической комиссии, которое еще должно было тоже свой, собственно говоря, прогноз представить. А он, естественно, тоже может повлиять на ситуацию с нефтью. И вот этот момент, кстати, обратите внимание, почему нефть еще находится настолько, никуда уходит ниже 85, это тот самый фактор Израиля. Потому что, как я уже говорил, если начнется ситуация, в итоге, которая может выйти, ну, во-первых, начнется вот эта наземная операция, на нее однозначно будет ответ от арабского мира. Однозначно. Поэтому все ждут, что будет дальше. И нефть, поэтому, находится достаточно еще на таком приличном уровне, в 85-м. В моменте она может сразу, естественно, взлететь, как я уже говорил, там в район 100, да. А может и как бы остаться на этом уровне, в зависимости от того, как будет развиваться сейчас эта ситуация. И если не взлетит, то доллар полетит за ней. Но тут вопрос в другом, господа. Если это начнется война, то из доллара все повыпрыгивают. Вот в чем дело. Поэтому еще раз говорю, и тогда доллар резко ослабнет. Поэтому я говорю, тут все не так просто. Ну, это надо рассматривать с очень большого количества сторон. Если мы обычно знаем, что тогда, когда нефть растет, тут же начинает расти индекс доллара. Да, как, за счет чего это происходит? Просто, господа, за счет повышения доходности облигаций. Вот такой механизм, между прочим, они как раз и хотят сейчас применять место подъема ставок. Они просто начнут повышать доходность облигаций. Вот видите, как сейчас они растут. Что здесь, по десятилеткам, что по двухлеткам. Вот они. И таким самым укрепляют, и этим самым укрепляют доллар. Потому что, соответственно, покупки по десятилетним облигациям тогда начинают постепенно увеличиваться. И тем самым поддерживают доллар. Вот сейчас он начинает снижаться. Начинает, видите, повышать доходность. Для того, чтобы их опять покупали. Потому что, еще раз говорю, этот процесс, он абсолютно постоянный механизм. Который никуда не делся. И его надо знать для того, чтобы прогнозировать курсы. Так вот, это обычная, стандартная ситуация. Но если начнется война, вот эти облигации полетят просто камнем вниз. Доходность облигаций не получится поднимать. Это просто придется поднимать на просто там сумасшедшие проценты. Для того, чтобы начал кто-то покупать. Но никто не будет покупать в этой ситуации, если начнется война, начнется переток капиталов из тихой гамани, так называемых, вот этих американских облигаций, в реальные защитные активы, например, в то же золото. Поэтому, естественно, никто не сможет поддержать тогда доллар. И с одной стороны, зная о том, что он должен, по идее, в этот момент расти, мы увидим другую картину. Доллар начнет падать. А в этот момент нефть все будет выше, выше и выше. Потому что сдерживать ее тоже уже никто не сможет. Поэтому говорю, механизмы очень непростые. Исходя из этого, в зависимости от ситуации, если нефть растет сама по себе в рамках, например, просто спроса, рыночной ситуации, то доллар растет и подавляет ее. Но если начинается война, ситуация меняется в корне. Уже тогда доллар не может в этот момент давить на нефть, потому что в этот момент, наоборот, из него начнут все выскакивать. Вот этот момент, господа, нам надо понимать. Поэтому вот те заявления, которые прошли и со стороны ОПЕК, и со стороны Новака о том, что, собственно говоря, спрос на нефть будет расти, нефть была поддержана. Именно поэтому мы сейчас видим такой рост индекса доллара. Вот если мы его сюда посмотрим, вот смотрите, да, во, в 3 часа и просто полетел. Почему в 3 часа? Это я вам тоже расскажу. Это не просто так. Он не просто так полетел. Полетел он, господа, на данных. Конкретно полетел на данных. Теперь смотрите, кстати, доллар-рубль. Для того, чтобы у вас было полное понимание, как это на самом деле работает. Смотрите, в 3 часа, вот он, вот, чтобы прям было наглядно, вот он, индекс доллара летит. Видите, доллар летит? А вы видите, чтобы доллар-рубль рос? Чтобы рубль в этот момент слабел? Нет, не видите. Потому что курс искусственный, еще раз говорю. Какой надо, такой и поставили. То же самое с юанем. Потому что, как мы уже знаем, все операции на самом-то деле проходят непосредственно в юане. И вот смотрите, вот как только сработала у нас фундаментальная часть в рамках указа президента, с тех пор мы идем в диапазоне. Вот он, взлет доллара. Что здесь должно было быть? Здесь должно было быть падение. То есть, доллар растет, соответственно, юань к рублю должен был резко тоже начать непосредственно... Ну, юань к рублю должен расти, а рубль должен был слабеть, естественно. Но юань-то слабеет еще и к доллару. А вы видите, чтобы он здесь ослабел? Нет. Нет. Ровненько, смотрите, вот она, прям. Никаких колебаний. Видите, доллар растет, растет, растет. А где юань-то, чтобы ослабел к доллару? Ничего этого не происходит. И к юань к рублю тоже ничего не происходит. Ровно, просто горизонт. Потому что, еще раз говорю, курс искусственный. Искусственный. Вот это вот вам, живые вам подтверждения. И вот индекс доллара у нас полетел. И, как вы видите, все это на факторах. Все это на событиях. Никак биржевик говорит, что ни в коем случае там не верьте вообще новости, все это херня и так далее. Еще раз говорю, этого клоуна проходите мимо. Он просто всю аналитику делал только на рисуночках. Вот то, что она там сегодня наверняка вам рисовал, это по уровням. По уровням. Он не знает, почему на самом деле что там происходит. И еще будет прогнозы вам давать всякую гонителю. Он сейчас будет говорить о том, что раз, собственно говоря, ввели этот указ, пойдем там еще и на 95 и прочее, прочее, прочее. Еще раз говорю, есть конкретно факторы фундаментальные, не рисунки, которые показывают на самом деле, куда, чего может прийти. И то, это только в рамках прогноза. Поэтому еще раз напоминаю, только факторы фундаментала приводят в движение рынки. Вот вы видели фактор указа. Вот только что вы видели взлет доллара, я вам сейчас расскажу на чем. Очень просто, смотрите. После того, как мы, собственно говоря, ждали вот этого ежемесячного отчета ОПЕК. После этого было выступление представителя ЕЦБ Паниты. Публикация протоколов заседания ЕЦБ по монетарной политике. Их, кстати, господа, не видел пока. Информации по ним нету. А вот дальше, господа, базовый индекс потребительских цен, индекс потребительских цен и индекс потребительских цен месяц к месяцу. И число первичных заявок на получение пособия по безработице. И я вам говорил, что, господа, именно на этих данных доллар может резко взлететь или ослабить, или остаться там, где есть. То есть, с большой вероятностью слабеть он не будет, я вас предупреждал. Но он может просто там остаться на тех же уровнях, где он находился. А вот усилиться он как раз на них мог. Ну, вот оно и произошло. Вот оно. Происходит 3 часа. Именно в 3 часа, там 30 минут они выходили. Вот 3 часа и 3.30. Вот, пожалуйста, все. Вот она реакция. Никакие не стрелочки. Вот здесь бы сейчас у вас тот же биржевик и прочее нарисовал бы там, допустим, грубо говоря, коридор. Раскрывал про консолидацию. Потом пробой диапазона. На чем, что он, естественно, не знает. Не знает. И 99% аналитиков якобы, еще раз говорю, это не аналитики. Не путайте. Это художники. Аналитик это очень сложный процесс и многосторонний. Вот, пожалуйста, 3 часа, 30 минут, все, старт. Это новость. Это новость, про которую биржевики и прочие клоуны заявляют, что все это херня. Надо вот стрелочки рисовать, уровни и математику и прочее. Вот она новость. И когда курс доллар-рубля у нас в этот момент падает вот отсюда, сюда, это тоже новость, господа. Это тоже новость. Вот вышел указ президента. Все, пожалуйста, вот она реакция. Ни стрелочки, ни уровни. Поэтому, еще раз говорю, обходите этих шарлатанов. Это не являются аналитиками. Это просто художники. Теперь смотрите дальше. Мы сейчас доберемся в итоге до курса доллар-рубля. Не переживайте. Немножко доберите терпения. Просто, чтобы картина вся обрисовалась полностью. Значит, по доллару мы получили в итоге данные на то, что доллар будет укрепляться. Господа, это важно. Это важно. Почему я вам все это сейчас рассказываю? Потому что, фактически, мы получаем опять всегда, что доллар будет расти. Дальше, смотрите. После того, как вышло число первичных заявок на получение пособия безработицы, вышли международные резервы Центрального банка. Они снизились. Это, конечно, имело роль с точки зрения, насколько, собственно говоря, у банка есть запасов Центробанка России для того, чтобы перекрывать свои расходы даже замороженными. И, соответственно, сколько можно, кстати, печатать эмиссию тоже. Об этом мы тоже с вами говорили. Теперь смотрите дальше. Сальдо торгового баланса. Но оно там положительное. Оно там положительное. Поэтому, в принципе, как мы понимаем, соответственно, экспорт у нас, как говорится, превышает в этот момент по обстановлению с импортом. Теперь смотрите дальше. Выступление Бостика. Что, кстати, говорит о том, что, конечно, курс нам особо, собственно говоря, крепкий-то и не нужен. Потому что, понятно дело, что фактически импортируемый типа меньше, а экспортируемый, естественно, типа больше. Теперь смотрите дальше. Выступление Бостика, члена ФРС. Но запасы сырой нефти мы уже с вами поговорили об этом. Выступление Бостика, это ФРС, соответственно, по поводу дальнейшего повышения ставок и так далее. Ну и, соответственно, отчет об исполнении федерального бюджета США. Это нас уже не очень интересовало. Это больше интересует ситуацию, прежде чем там банковский, когда кризис и так далее. Теперь смотрите, господа. Опять же, быстренько перескочим на пятницу. То, что мы ждем завтра. Потому что я хочу потом уже окончательно перейти к прогнозу. Значит, смотрите. Завтра мы ждем индекс потребительских цен в Китае и сальдо торгового баланса Китая. Объем экспорта Китая, объем импорта Китая. Как я уже говорил, это важный будет абсолютно параметр Китай. Во-первых, он играет значение с точки зрения ситуации воздействия на нефть. Потому что, если экономика Китая укрепляется, это тоже поддержит непосредственно спрос на нефть. То есть, цены на нефть. Индекс потребительских цен Китая, господа, это параметр, который покажет, есть ли рост непосредственно инфляции в самом Китае. А так как Китай является основным, грубо говоря, двигательной фабрикой, что называется, для всего мира, то, естественно, инфляция из Китая пойдет на инфляцию и на весь мир. Поэтому это тоже надо учитывать. А это, соответственно, опять же, сигналы по поводу денежно-кредитной политики. То есть, будут повышаться ставки и так далее или нет. Поэтому Китай нам играет роль, огромное значение на ситуацию с ценами на нефть. А через цен на нефть, естественно, идет влияние на рубль, как мы уже говорили. И также на юань, господа, потому что через юань у нас тоже происходит влияние на рубль. А именно, девальвация рубля через закупку юаня в секции, как говорится, расчетом на завтра, юань к рублю. Там, где Центробанк, собственно говоря, и проводит те самые операции. И вот то, что мы здесь с вами наблюдаем, вот это вот такое затишье, при том, что доллар улетел, это вот та самая секция, где ЦБ и Минфин работают-то с этими валютами. Вот здесь, прежде всего, работает, естественно, ЦБ. Он здесь либо покупает юань, либо продает. Но обратите внимание, доллар улетел, а ничего никто не продает. Обычно же как? Доллар растет, да? Соответственно, чтобы поддержать курс, что должен делать ЦБ? Продавать какую-то валюту. Либо, соответственно, евро, либо там, как говорится, дружественно, ну, не дружественно, простите, а конвертируемо. А это юань, который, соответственно, у нас есть возможности, да? Нету продаж. Понимаете? Нет продаж. А почему? Да потому что курс девальвирован выше, чем он должен был бы быть. Он, на самом деле, я уже говорил, он должен быть по курсу доллара в районе 84-86. А так как есть девальвация рубля, напрямую связанность с эмиссией рубля, курс-то у нас сейчас не зависит вот от этих реальных скачков, когда ЦБ, Минфин, это не надо. Вот и все. Все, что здесь произошло. Доллар улетел, а у нас никаких движений. Абсолютно. Не продают юань, не покупают. Потому что операция проходит именно здесь. Все, отработали вот эту самую новость по поводу указа президента. А девальвации дальнейшей нету. Реакции на подъем доллара нету. Про то, что я вам все время и твержу. Поэтому все эти художники, пытающиеся там изображать вот эти уровни, они даже не понимают, на чем ходит курс. Поэтому еще раз говорю, господа, очень аккуратно, потому что очень много людей засаживается. Вот я вчера, когда понял, что я мог вам дать вот эту ложную информацию, в связи с тем, что вот эту информацию по указу президента еще в тот момент не опубликована была. Я сразу вышел со вторым роликом, потому что понимал, что многие могут, естественно, воспринимая мой прогноз, пойти, например, покупать доллар. А уже было понятно, что после указа, естественно, мы улетим вниз. И покупать-то надо будет вот здесь как раз. Поэтому еще раз говорю, очень аккуратно, со всеми этими уровнями, рисуночками, стрелочками и прочее. Теперь смотрите дальше. Значит, по Китаю для нас имеет огромное значение, как я уже сказал, ситуация с юанем. У нас еще есть вот тут еще один юань. Это так называемый офшорный юань. И обратите внимание, обычно, когда он падает, соответственно, рубль должен был бы, по идее, укрепляться. Но у нас ЦБ часто начинает его закупать по более дешевой цене. Тем самым также девальвируя наш рубль. Но, как видите, после указа президента никаких операций не проходит. Ровно встали в диапазон, и все. И тишина. И не важно, что там доллар куда-то летит, никого это не волнует. Потому что, еще раз говорю, на самом деле наш курс должен был находиться в районе 84-86. Вот здесь. Вот это все искусственная девальвация курса. Искусственная. Доллар, на самом деле, находится на таких значениях, на которых курс доллар-рубля должен был быть именно где-то в районе 84-86. Мы уже тогда с вами рассматривали эту историю. Я вам показывал, что когда доллар находился на тех же значениях, которые, собственно говоря, у нас сейчас, у нас рубль тогда был на порядок крепче. Поэтому доллар-то у нас сейчас еще никуда не вырос, а рубль настолько девальвировался. Вот и все. Поэтому это надо понимать. Процесс, говорю еще раз, искусственный. А раз он искусственный, ни стрелочки, ни всякие там уровни, они не работают. Они могут показать, куда мы там можем на какое-то время откатить. Куда-то можем слегка приподняться. Но опять же, это все гадалка, просто гадание на кофейной гуще. На таком прогнозе ни в коем случае нельзя принимать инвестиционные решения. Теперь смотрите дальше. После Китая мы ждем объем промышленного производства в Европе. Ну это к вопросу устойчивости еврозоны и евроэкономики. Объем промышленного производства также в Европе. Заседание МВФ пятый день. Индекс цен на экспорт в США. Индекс цен на импорт в США. Это к вопросу инфляции по импорту и экспорту в Америке. Речь члена ФРС Харкера. Председатель ЕЦБ Лагард. Выступит с речью, это опять же к вопросу евро. И речь члена комитета по денежной политике Канлиф Британии. Это все, скорее всего, будет происходить на заседании МВФ. Значит, смотрите, господа. Основные данные по ситуации, которые мы на этой неделе собирали. Данные по инфляции и так далее. Практически все вышли. То есть уже в пятницу у нас там, как говорится, такой уже остаток получается. Основные все вышли. Мы по безработице получили и непосредственно индекс цен потребителей получили. И он, вот, кстати говоря, почему взлетел-то? Потому что выросла инфляция. Выросла инфляция. И, соответственно, который даже идет в рамках, когда не учитывается, так называемая, вот эта базовая, да, где не учитывается цены энергоносителей, продукты питания. Все равно выросла. Она чуть оказалась такой же фактически с предыдущим периодом, но тоже в росте, да. И все равно хуже прогнозов. И вот это, собственно говоря, и привело к такому резкому укреплению доллара. Потому что сразу-сразу рассматриваться стал вариант, что вероятность повышения дальнейших ставок, она будет возрастать. Вот так у нас, господа, будет получаться, заканчиваться неделя. К пятнице, еще раз говорю, подождем вот эти все события. И плюс еще ждем, прежде всего, конечно, события, связанные с Израилем, господа. Его никак не выкидываем из поля внимания. А теперь давайте разбираться, что же у нас, господа, все-таки происходит с курсом. Во-первых, смотрите, я вам сейчас сразу покажу. Это важно будет. Почему я считаю, что на этом укрепление закончилось? Покажу я вам это прежде всего вначале на юане, потом на рубле. Все это, опять же, без всякого рисования уровня и прочее. Они тут есть, кстати, смотрите, и Фибоначчи тут отложены, и Пятиволновки даже есть, и волны Эллиота. Я могу много тут порассказывать всякой чушни, как делают эти все художники. Я вам не буду ничего это рассказывать. Я вам покажу технику, которая работает на фундаментале. Вот смотрите, мы сегодня в Телеграм-канале, кстати, я это показывал. Я это показывал, уже как бы предупреждал о том, что с большой вероятностью, особенно в персональном сопровождении, мы заранее, вот у нас там даже есть ролик, да, где мы еще с утра, сейчас я вам просто покажу, как это примерно выглядело, вот он. Вот у нас такой ролик был конкретный, и в 10 утра я уже предупредил, что, скорее всего, все, на этом мы коррекцию закончим. Вот прямо с персонального сопровождения утра ситуация пока не изменилась. Вот смотрите, господа, я вам сейчас все это обосную. Значит, смотрите, для начала давайте все-таки вот так сделаем. Пойдем все-таки в Телеграм-канал, и я вам покажу одну новость, которая сегодня вышла позже вот здесь. А именно, по поводу указа президента, потом высказался Набиулина, господа. Набиулина, важен точечный и временный характер обязательной продажи валютной выручки крупными экспортерами. Вот смотрите, господа, с информацией надо очень внимательно работать. Сейчас будем читать и вслушиваться в каждую фразу. Потому что, на самом деле, буквально в тех вещах, которые, как говорится, особо быстро там прочитываешь, да, и не воспринимаешь, кроется, как говорится, дьявол кроется в деталях. Требования по обязательной продаже валютной выручки касаются крупнейших экспортеров. Важен также временный характер. Смотрите, господа, вот прям сразу. Важен также временный характер этих мер. Понимаете? То есть мы уже получаем сигналы, что все вернется на круги своя. Заявила председатель Банка России Эльвира Набиулина в Госдуме. Очень важно в этом указе, это тоже была наша позиция, смотрите, к вопросу вот этих всех, я даже не знаю, как их назвать, кречетовых идиотов. Идиот кречетов полный. Вот он когда там начинает рассказывать, что Набиулина дура, что она ничего не понимает, что она играет против страны. Потом к нему подсоединяются всякие там комментаторы, которые пишут, да-да, у нас сплошные там бандиты сидят в правительстве, пятые, десятые. Ведь иной раз кречетов, он конечно не аналитик, он реально идиот, он там может рисует, чертит, может быть, я очень даже сомневаюсь, что он там реально торгует, но это ладно, суть не в этом. И не только он, вот эра перемен, про вот этот там конец пенсионному фонду, это все, понимаете, это называется нативная реклама, вас просто затаскивают, а потом начинают просто показывать вот эту информацию, которая, как говорится, знаете как, обманить меня, обмани меня, я сам обманываться рад. То есть есть люди, которые, например, очень хотят услышать про то, какое у нас правительство говно, как у нас в стране все плохо, и вот им прям вот бальзам на душу, чтобы вот это послушать. А когда это еще делается на выкладках рисунков каких-то там художников, которые по факту, еще раз говорю, ни с экономикой не имеют отношения, это просто видно. И они то, что, я просто вижу, что люди реально не имеют того образования, на которое они якобы пытаются там претендовать, да. Они говорят о том, что там по поводу, как это все будет работать, не понимая этих механизмов вообще. Вот они прочитали новость, возможно там суфлер там стоит перед деклараном, они там с этого экрана читают там, да, как Байден, грубо говоря. Сбился и уже обосновать, если вы возьмете и начнете им задавать вопросы, гарантию даю, они просто сядут на мель сразу, они просто не смогут ничего ответить. Будут рассказывать про спекулянтов там, про неких стаканах там и так далее, да. Где это сейчас спекулянт, я вам показал, график прямолинейный, вот, пожалуйста, где этот спекулянт, где, где он там что-то там делал, а ничего не происходило. Потому что еще ЦБ и Минфин, вот кто работает с курсом, а смотрите, что здесь происходило. По, собственно говоря, словам этого идиота Кречетова, ну надо было закупать, я просто тарить доллар по полной программе и все, а ничего не происходит. Потому что курсы контролируют ЦБ и Минфин, именно они проводят эти операции. Поэтому еще раз говорю, он идиот, он идиот и очень много кто, реально те, кто просто изображают из себя аналитиков. Еще раз говорю, я буду бороться именно с этими художниками. Я уже говорил, кто там, вот Марченко, по-моему, смотрели, да, который там вроде бы, тоже вроде как канал свой там ведет, но у него хоть по крайней мере, как я уже тогда сказал, по-моему, Марченко, да. Да, вот Марченко, у него хоть по крайней мере действительно видно, что он понимает, о чем он говорит, он понимает реально, что там про экономику какие-то моменты, да. Он понимает фундаментальную часть. Другое дело, что его прогнозы, ну как бы в среднесрочную, долгосрочную перспективу. То есть на сегодня-завтра вы можете попасть на этих прогнозах. Он вроде все будет правильно говорить, но так как он не учитывает ситуацию текущую и многие моменты, нюансы, да, которые происходят каждый день, соответственно, это тоже может привести к тому, что в итоге даже с человеком, который на самом-то деле все как бы говорит правильно, в краткосрочке вы попадете. Вот я о чем это веду, да. Почему мы снимаем каждый день. А эти-то нет. Эти просто чертят, продают платные группы. Вот там еще один есть тоже канал Курс Доллара, ну тоже вообще, ну такой бред. Просто такой бред. И люди, видно, что они не знают, вообще не работают с этой сферой на самом деле, а просто вот около рыночники присоединились и пытаются на этом зарабатывать. Но, господа, они вас засаживают, ни в коем случае не покупайте такие платные группы, потому что, ну вы там ничего не увидите, это раз. А во-вторых, еще раз говорю, они вас просто забудут, просто забудут. Так вот, смотрите, опять же, к вопросу о том, что враг Набиулина или не враг. Очень важно в этом указе, это то, что тоже была наша позиция. То есть, они это делали совместно. Что меры адресные. То есть, они затрагивают 43 группы крупнейших экспортеров. Поэтому для большого числа компаний, малых, средних, крупных компаний, у которых небольшая доля валютной выручки, они смогут сохранить текущие подходы и схемы внешнеторговых расчетов, сказала Набиулина. Кроме того, указ предусматривает временность, возможность правительствам установить временный характер этих ограничений. В течение этого времени будет осуществляться мониторинг за эффективностью действия этих мер, подчеркнула глава ЦБ. Вот видите, господа, как оказывается, на самом деле получается, что, оказывается, Набиулина-то в рамках, так сказать, согласования-то, принимала участие. А не просто там, и кто-то по башке настучал, и она пошла и сделала, потому что вот у Кречетов-то, когда херню несет по поводу того, что, а я, американцы, какие молодцы, а у нас вот такие дураки и так далее. Все это абсолютно скоординированные действия правительства, Центробанка, Минфина. Еще раз говорю, не слушайте идиотов. А теперь, смотрите, господа, давайте теперь все-таки посмотрим, немножко поработаем в том числе логикой. И я вам сейчас объясню, почему я считаю, что на этом все закончилось. Смотрите, идем мы с вами вот сюда. Как я уже говорил, все это происходит прежде всего в Юане. Все эти операции происходят в Юане. И мы, помните, с вами говорили о том, что у нас, прежде всего, когда мы прогнозируем с вами ситуацию, связанную с курсом, мы всегда участвуем эмиссию рубля. Для тех, кто, как говорится, канал видит впервые. В августе 2023 года годовой темп прироста рублевой денежной массы, М2, снизился до 22,9, но вырос на 22,9. То есть, мы уже говорили с вами, что каждый месяц мы с вами отслеживаем данные по эмиссии рубля. Почему идет такая девальвация рубля? Потому что, когда идет даже нефтегазовая выручка, да, вот они, валютные интервенции, которые показывают, что они полгода, больше полугода вообще отсутствовали. То есть, нечего было продавать. И только три месяца подряд у нас они начинают расти. То есть, теперь у нас появляется та самая валюта, которую можно продавать. И мы с вами говорили о том, что проблема в чем? Что, во-первых, когда нас посадили на эти непосредственно нефтяные потолки, да, вот, когда американцы ввели, то у нас доходы были настолько низкие, что еще был огромный, как говорится, дисконт по продаже нефти. И мало того, что мы получали очень мало денег, так еще мы получали еще зачастую в валюте, которая была неконвертируема, например, те же рублии, да. И для того, чтобы стране выживать и ЦБ и Минфину, соответственно, как-то поддерживать бюджет, соответственно, перекрывать там дефицит и так далее, нужно было что-то предпринимать. А картина была следующая. Денег нет, но вы держитесь. Потому что фонд национального благосостояния был заморожен, к нему доступа не было. Сам непосредственно резервы золотовалютные заморожены, к ним тоже доступа не было. И фактически у нас не было денег физических. В итоге ЦБ и Минфин предпринимают, как говорится, что называется решение, печатать рубль, но под те золотовалютные резервы, которые были заморожены. И, соответственно, под ту нефтегазовую выручь, которая приходит, например, не в конвертируемой валюте, да. И, соответственно, тоже является, которую, ну, ты, грубо говоря, здесь делать ничего не сможешь. Но она есть. Она есть, просто она как бы учитывается на балансе, но сделать вы с ней ничего не можете. Под это печатался рубль. А после этого для того, чтобы управлять курсом, что нужно было делать? Вы же не будете, когда доллар будет расти, продавать рубль, да. Тем самым вы обрушите свою собственную валюту. Вы должны продавать какую-то валюту в противорез. Доллара у вас доступа нет. Евро заморожены. Что будете делать? Покупать юань и продавать юань. Вот ровно что и происходило все это время. Все эти операции проходили как раз именно в секции юань к рублю с расчетом на завтра. И вот эти вот мы с вами рисовали тогда линии, да. У нас тут тоже такой график вроде бы технический. А на самом деле здесь один сплошной фундаментал. Потому что каждая свеча это был импульсный бар, в который заходил огромный большой объем как раз закупки этого юаня. И начинался новый этап девальвации рубля. Это я рассказываю для тех, кто канал смотрит впервые. И вот теперь смотрите, господа. Мы идем с вами на сам юань к рублю. Для того, чтобы увидеть те самые импульсные бары. Вот они они, смотрите. Такие ярко-голубенькие свечечки. Почему это так важно? И почему я считаю, чтобы мы на сей раз, господа, закончили коррекцию? Вот смотрите, я сейчас буду читать график, да. Не прибегая никаким линиям, уровням. И я буду называть все события, которые там происходили. Чтобы вы сразу поняли, как на самом деле читается технический анализ. Вот смотрите, ситуация следующая. Вот, если вы обратите внимание, это было когда у нас? В июле, да. В июле, 28 июля, у нас появляется такой импульсный бар. И после этого начинается новый этап девальвации рубля. То есть, после этого, мы помним, там выходят данные, связанные с эмиссией рубля. С валютными интервенциями. И после этого, соответственно, как только, в зависимости от того, как данные показывают, например, рост эмиссии, да. У нас начинается новый этап девальвации рубля. То же самое, смотрите, было и здесь. Вот то же самое. Как только появился этот импульсный бар, все, после этого начался новый этап девальвации рубля. И здесь происходило ровно то же самое. Смотрите, да. И пошел новый этап девальвации рубля. А дальше что происходит? А дальше, господа, происходит вмешательство. Вмешательство фундаментального плана. Никакие это не там коррекции, да. И вот даже вот там волновки разрисованы, А, Б, С и прочее. Это все херня. На самом деле, это просто визуальное отражение. А по факту происходило следующее. Путин, правительство заявило о том, что, извините, что-то как-то все это не так. У нас инфляция растет. За 100 доллар, а это вы видите, да. Это как раз когда юань у нас выходил за 13,40. На самом деле, не принципиально абсолютно смотреть на юань, потому что, поверьте, доллар то же самое. Я вам сейчас покажу, абсолютно одинаковый рисунок. Потому что, еще раз говорю, все сделки проходят в юане и отражаются на долларе. То есть, вы через юань управляете ситуацией доллар-рублем. Через крускурсы. И теперь смотрите, что получается. Разогнали, а вот здесь уже заявили о том, что все, кирдык, все, надо срочно что-то делать с валютой. Надо вводить валютный контроль, пятое-десятое. И что мы видим, господа? Резкое падение. Притом, обратите внимание, тогда мы падали 5 дней. Раз, два, три, четыре. Ну, вот на пятый начали восстанавливаться. Но, смотрите. А куда мы упали? Ровно вот на этот импульсный бар. Ровно на этот импульсный бар. Тот, который, собственно говоря, и начинал вот эту девальвацию рубля. А вот здесь просто опустили ровно туда, где он был. Обратите внимание, его не пробили. И что происходит дальше? Абсолютно верно. Мы начинаем дальше опять расти. Мы начинаем отыгрывать вот ровно то, что было вот здесь. Когда мы шли на 13.40. И вот мы двигаемся, 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 двигаемся. 23 сентября. Нет, простите, это 5 сентября. 5 сентября. Что здесь происходит? Смотрите, у нас появляется опять новый импульсный бар. Опять. Который нам говорит о том, что мы опять должны начать девальвировать рубль. Там, по-моему, выходили данные по эмиссии рубля. И тут же было заявлено, что ЦБ и Минфин начнут заниматься непосредственно дополнительными срочными валютными интервенциями. И приостановят закупку фонда национального благосостояния. Что мы получаем? Опять коррекцию. А куда мы ее получаем? Ровно на этот же импульсный бар. Опять этот диапазон 12.60. Смотрите, это все сейчас будет подтверждено на нашем рисунке. Вот он. 13.60. 13. 12.80. 12.60. Вот как раз этот импульсный бар, вот он здесь обозначен. Вот на его основе мы рисовали вот эти уровни. И обратите внимание, они четко были отработаны. И мы пришли, еще раз говорю, не ниже вот этого 12.60. Сейчас мы уже находимся выше. И обратите внимание, как только мы дошли опять до нижней границы этого вара, опять процесс начинается заново. И мы опять начинаем расти. И вот мы дошли, господа, в следующий импульсный бар. А появился он как раз после того, как был, во-первых, собственно говоря, озвучен бюджет на три года с дефицитом. После этого, собственно говоря, вышли данные по эмиссии рубля. Это тоже у нас в тот момент произошло. Я помню это очень хорошо. Вот. И вот он, получается, появляется этот новый импульсный бар. Там еще выходят данные как раз по валютным интервенциям, что они тоже могут вырасти. И смотрите, в этот раз мы падаем в аккурат вот до этого импульсного бара. В теории, смотрите, если у нас все-таки происходит еще вот такой вот сценарий, и все-таки мы идем на этот импульсный бар, то в теории мы, конечно, можем пойти дальше на 12.60. Да? То есть, опять же, прийти вот к этому нашему сценарию. Вот он. И зайти в этот диапазон, что по доллару-рублю будет, ну, в принципе, в районе 92-94. А помните про тот, собственно, курс, про который нам заявлял непосредственно, кто там, по-моему, решетников, что ли, или кто, я уже не помню, когда он сказал, что среднегодовой курс у нас там 92-94. Вот как раз в эту зону, как бы, в теории мы могли бы тогда погрузиться. Но есть одно но. У нас бюджет дефицитный? Дефицитный. У нас ситуация, связанная с эмиссией, растет? Растет. У нас размещение по облигациям, ну, давайте их сразу посмотрим. Вот. Вот сегодня она появилась в плюс. До этого, как вы видите, она все время падала. И как раз мы помним, что вчера я вам скидывал данные, что был признан все-таки, как говорится, пройденный этот аукцион, что он все-таки размещением прошел в плюс. И вот, смотрите, пожалуйста, появляется первый, ну, это как было и вот здесь. Это тоже укрепляет рубль, кстати. Но в целом у нас, по ОФСОДЗ, обычно размещались очень плохо. Что, соответственно, не давало тоже возможности поддерживать рубль. То есть дефицит бюджета перекрывать за счет заимствований было проблематично. Поэтому ситуация с инфляцией тоже, которая продолжает расти, а это, которую, собственно говоря, заявлял ЦБ, она тоже присутствует. Ситуация с валютной выручкой, которую они заставят продавать, опять же вопрос, какая она приходит. Если она в евро приходит, допустим, да, то есть конвертируемая, вопросов нет, ее можно продавать. А если она приходит в рубьях, вы ее продать не сможете. Значит, соответственно, нужны те экспортеры, которые будут продавать, которые будут приносить именно ту выручку, которая должна быть. Поэтому пока на данном этапе, смотрите, еще один я вам покажу момент. Он как раз будет перекликаться с нашим старым видео, которое вчера мы делали. Смотрите, аномальные бары с евро. Помните, я вам говорил, что если мы с вами внимательно посмотрим, то они тоже перекликаются с новыми, собственно говоря, этапами девальвации. Вот, обратите внимание, вот они, аномальные такие бары по евро. Мы тогда еще, когда наблюдали за этим, это, как правило, проходило выходные. И после этого на следующую неделю начиналась девальвация рубля. Один вариант, сразу пошли туда, да. Второй вариант, сразу пошли туда. И вот он, третий вариант. Вот здесь у нас такого не было. Там были, по-моему, погашения евробондов, что ли. Но здесь мы помним, здесь вот как раз ситуация была уже с Юанем. А вот здесь конкретно, опять же, смотрите. Точно такой же сценарий. И, по идее, должна быть опять новая девальвация. Но так как они в этот момент вводят указ, никакой девальвации в дальнейшем пока не происходит. Происходят меры сдерживания. Но это не говорит о том, что мы на этом, собственно говоря, пойдем и дальше укрепляться. Да, мы сбились. Мы сбились ровно вот сюда. На этот бар. И вот тут теперь вопрос. Будем мы продавливать от 13.20? Вот если продавим, потому что, еще раз говорю, несколько дней мы тогда падали. У нас есть вот он. Если вот здесь мы, грубо говоря, не удержимся и пойдем вот к этому, тогда мы по Юаню можем опуститься в зону 12.80-12.60. Но пока говорить об этом рано. Я говорю еще раз. Только первый день, и вы увидели, остановка приостановилась тут же просто. По доллару, рублю, господа, это будет у нас. Вот смотрите. Ю, СД, РУП. А не, мы здесь дело не будем. Мы вот здесь прямо пойдем. Вот здесь просто переключим на час. Ой, на день. Смотрите, здесь картина точно такая же. Абсолютно. Вот они. Тоже этот импульсный бар. Вот он на фоне его пришел. Вот здесь, когда падали, вот он был импульсный бар. Ровно на него мы пришли. Это по доллару. Это уже не юань. Но картина один в один. Здесь то же самое. Вот здесь мы должны были остановиться. Но тут уже начались вот эти разговоры про валютные интервенции. Про, собственно говоря, то, что будут... Дополнительно продавать мощный объем. Перестанут закупать фонд национального благосостояния. Потом разговоры о том, что возьмут валютный контроль. Не ввели. Все вернулось. И вот все то же самое. И вот смотрите, по доллару он тоже. Вот он. На 96. А вот если мы все-таки пойдем вот на этот сценарий. То вплоть до 92-94. Вот и все, господа. Поэтому здесь мы следим за ситуацией. Будет ли пробой в районе 96 по доллару. Если будет пробой, ждем 92-94. То есть это будет постепенное снижение. А по юаню, соответственно, как я уже сказал, мы ждем пробой 13-20. Если 13-20 пробьем на дальнейшее укрепление рубля, то идем в зону 12-80-12-60. Вот в эту зону. Вот и все. Если все-таки это не пробьем, то процесс опять развернется вспять и опять пойдет вверх. Скорее всего, прям вверх он резко не пойдет. Потому что, еще раз говорю, смотрите. Сейчас, естественно, как мы прослушали Набиулину, они будут следить внимательно, как работают эти меры. На это потребуется время. Поэтому сразу это происходить не будет. Для спекулянтов это, если там какие-то спекулянты есть, сигналы определенные есть. Но, еще раз говорю, какие тут спекулянты, когда, смотрите, здесь просто тупо, как я уже сказал, нету никаких движений. Простите, это американский рынок. Вот, кстати, смотрите, американский рынок, видите, как резко отреагировал на рост доллара. То есть, мы шли на 4-380, должны были зайти за 4-400, а в итоге, смотрите, как мы льемся на 4-326. Потому что индекс доллара практически на 106-60 поднялся. Вот и все, что требовалось доказать. Вот так выключает рисклон. Я вам говорил, что на отчетном периоде все ждут, естественно, выход за 4-400. Ну вот вышла статистика, повод для коррекции сразу появился, потому что вероятность повышения ставки есть. Доллар растет, все, рынки пошли вниз. Естественно, как я вам сказал, доходность в этот момент у нас, естественно, растет. Вот он, пожалуйста, десятилеткие, вот они двухлеткие. Никаких, вот смотрите, я даже не смотрю на какие-то уровни, ничего не надо, потому что я понимаю, как работают эти механизмы. В это вся разница. И вот смотрите, также я вам могу показать, что с десятилетками, да, что происходит. Они распродаются, вот видите, распродаются. Поэтому так растет и доходность, и индекс доллар пытается, соответственно, таким образом укрепиться, чтобы заставить опять идти в эти облигации. Но мы видим, что и рынки падают, и облигации падают. А это говорит о том, что с большой вероятностью ради интереса, возможно, растет золото. Сейчас мы посмотрим. Ради интереса. Потому что здесь, скорее всего, нет, оно держится. Оно не растет, но оно держится, не падает. Скорее всего, ситуация нагнетается с Израилем. Вот и все. То есть, я думаю, что, видите, золото, насколько за это время выросло. И обратите внимание, вот оно даже было на 1900 уже. Сегодня немножко оно откатилось. Ну, доллар растет, понятное дело, да. Но, еще раз говорю, даже когда доллар растет, от золота защитная функция, оно не падает. То есть, если бы, например, сейчас золото было чисто сырьевое, да, сырьевая функция, оно бы сейчас под давлением доллара падало, а оно не падает. Оно чуть-чуть вот отошло от 1900, да, но дальше-то не снижается, а доллар укрепляется. Вот это и говорит о том, что здесь идет защитная функция. Все ждут возможной ситуации обострения с Израилем. Вот и все. Так что вот такая, господа, у нас получилась в итоге картина. Да, то есть, мы понимаем, что да, закон ввели, закон ввели, он, естественно, сейчас, скажем, как словесная интервенция, пока подействовал. Еще раз говорю, курс искусственный, то есть, как только ЦБ Минфин начнут опять закупать там юань и прочее, естественно, девальвация опять начнется. Но вопрос, когда там, например, начнутся продажи валютной выручки, особенно там в период НДПИ, например, вот там будет понятно, насколько действительно этот объем начинает сдерживать, как говорится, вот этот рост по курсу. Доллар мы понимаем, что расти будет дальше, поэтому я вам сказал, что с большой вероятностью 13.20 мы не пробьем ниже по юаню, а по доллару, соответственно, не ниже, как я уже сказал, 96, да, потому что доллар идет на укрепление, естественно, сам по себе индекс доллара, и все события указывают на то, что он будет укрепляться, да. По рублю, как я уже сказал, вот эти словесные интервенции, факты пока конкретно, сколько там будет продажи этой экспортной выручки, мы пока не видим, это все еще впереди. Это, конечно, меры предпринимаются прежде всего, чтобы не поднимать ставку, хотя о заявлениях о ужесточении денежно-калитной политики, мы тоже слышали, то есть все делается для того, чтобы, соответственно, понятное дело, сдержать этот диапазон и не более того. Поэтому, если уж все-таки мы пробьем 96, ну тогда ждем 92-94, и это будет ровно тот диапазон, который вот он, вот здесь пытались загнать, который, собственно говоря, и планировали, так сказать, у нас среднегодовым курсом, да. В данный момент мы видим, что застряли мы опять на этом 96, уже сразу идет откуп. Не говорю про то, что нет вероятности, что, соответственно, мы там не пойдем и на 98. Скорее всего, пока, господа, опять устанавливается тот же потолок, который был в 99,5. 99,5, вот когда мы тогда не могли его пробить, да, и все время, и 97,5. Вот его мы пока еще держим, мы над верхней границей. Если все-таки 97,5 мы вниз продавим, 96, то, по крайней мере, будет вероятность, что можем пойти и в район 92,94. Если бы мы держим 96, ну, это 97, 98,5 поверхней границы доллара, вот и все. Просто сместили диапазон опять ниже. Был выше, стал ниже. Не более того, и никакие там падения, взлеты и так далее, ничего этого нет. Поэтому наблюдаем, господа, в итоге, по ситуации, по доллару, давайте здесь сразу выйдем. Значит, по юаню, как я уже сказал, это мы держим 13,20. Если его пробиваем, идем на 13, ровно и 12,80 в эту зону. Если все-таки по доллару это будет пробой 96, а пока именно не ниже 96, я рассматриваю вариант, то уходим на 94,92, вот в эту зону. Ну и по евро, да, соответственно, здесь, обратите внимание, опять наши уровни отрабатываются, 102,5, но это уровни не технические. Это мы рисовали по ситуации, связанные с теми самыми импульсными барами по действиям ЦБ и Минфина. Поэтому здесь 102,5, 101,5, да, и вплоть до 99,5 в итоге могут опустить. Ну и, соответственно, пока опять у нас не было до этого не выше 103,5, в моментах там Евробондов и прочие выходили за 104,5. Вот эта зона пока так и остается. А дальше все будет зависеть от действия ЦБ Минфина. Делать выводы, господа, пока рано. Еще раз говорю, у нас только первая свеча, у нас только первая реакция. На данный момент мы все-таки пока оцениваем вот на эту свечу. Если все-таки процесс пойдет как вот здесь, день ото дня, то рассчитываем вот на эту свечу. То есть в районе 12,60. 12,80, 12,60. Тот диапазон, который у нас был до. Опустят? Нет. Пока следим. Делать выводы пока рано. Ну и, соответственно, вот в персональном сопровождении мы, собственно говоря, все это уже обсуждали до этого еще в течение дня. Я все это уже рассказывал тем клиентам, которые этим пользуются услугой. И, естественно, мы все это решение принимали покупать или продавать, соответственно, по валюте. Поэтому, если кого интересует эта услуга, тоже можете, соответственно, к нам заходить в Телеграм-канал и ее, собственно говоря, получить. Значит, смотрите. Также напоминаю, что те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, но еще и финансовыми рынками в целом, подписывайтесь на наш Телеграм-канал Трэдер Клаб Анализ Акций. Как я уже говорил, здесь у нас есть та самая платная услуга по персональному сопровождению. Вот так, кстати, выглядит, как я уже говорил, у нас много разных графиков, поэтому там есть графики специально для торговли, например, внутри дня и так далее. Тоже применяем. Но, опять же, мы всегда следим за всеми факторами, а не только рисунками. Поэтому у нас всегда работа идет полноценная. Поэтому, если вам нужна такая услуга по сопровождению у вас либо по валюте, либо в целом по акциям и прочее, вот, пожалуйста, находите вот такой пост. В конце дня он каждый раз выходит. Переходите в группу, подаете заявку и, соответственно, можете спокойно вступить, соответственно, на заявки по персональному сопровождению. Вас будут сопровождать в течение всего оплаченного периода, хоть днем, хоть ночью. По-разному бывает. Если новости выходят ночью, мы тоже сообщаем. Поэтому, как бы, за всем следим. Естественно, привязывая это и в том числе к техническим параметрам, техническому анализу. Теперь смотрите. Значит, также у нас там выходят все абсолютно самые главные новости. Любая аналитика, обсуждание, все какие там и так далее, возможных новостей. То есть, анализ их и так далее. Все это тоже поступает в Телеграм-канал, поэтому всегда все самые важные информации у нас там есть. Живой чат. Вот опять новые люди добавляются. Значит, смотрите, живой чат абсолютно по факту является, как говорится, таким реальным клубом трейдеров. Люди там между собой могут спокойно, подписчики, обмениваться любой информацией, делиться, спорить, предлагать какие-то идеи. Между прочим, вот вчера подписчики как раз выложили эту новость по Путину. Ну, я тогда еще в этот момент только записал видео, не видел. Поэтому, как говорится, тоже очень всегда полезно, когда все друг другу помогают. Притом понимают, как это делать, а не просто как какой-то пульс в Тинькове там и так далее. Там, где конкретно не одни там ракеты и подводные лодки, а все понимают, прекрасно анализируют информацию. Поэтому тоже, пожалуйста, как говорится, присоединяйтесь. Если не хотите, только ждать, когда выйдет очередной видеоролик на нашем канале. Также напоминаю, что, естественно, мы каждый день будем снимать аналитику по курсу доллар-рубля, делать прогнозы, еще раз говорю, не гадать на кофейные гущи, не заниматься предсказанием. Именно прогнозы, именно аналитика, ни черчения, ни рисования. Поэтому, если хотите, соответственно, чтобы за всем этим следить, следите за нами каждый день. Каждый день мы эти обзоры делаем. Также в течение недели, соответственно, к пятнице подводить итоги уже все недели. На этой неделе мы подводим итоги с вами, господа, прежде всего по инфляции, которая, безусловно, имеет огромное значение для принятия решений по процентной ставке в дальнейшем в США. Ну и, соответственно, реакции всего мира. А вот в воскресенье будем делать обзор следующей недели. Также подробно все распишем. Также создадим такие же календари на каждый день. Будем разбираться. В текучке, если какие-то добавляются абсолютно новые факторы, как говорится, моменты, которые могут повлиять, безусловно, тут же их учитываем, об этом также вас извещаем. Поэтому, если не хотите ничего пропустить, обязательно следите за нами, подписывайтесь и будьте в курсе.